Запомни главное, все, все, что исторгает из себя мужчина, свято. Свято для всех. Для всех, кроме него самого, конечно. Поэтому, заходя в кабинку, ты должен обоссать как можно больше поверхностей. Обязательная программа – это ободок унитаза. И не смей начинать писать с поднятым стульчиком. Обязательно его опусти. После тебя зайдут простые смертные и твой долг одарить их своим сокровищам. Кроме того, постарайся хоть немного пописать на пол. Это не просто, унитаз не так уж и мал. Но и ты не промах, верно? Соберись, сосредоточься, ты сможешь. Остальное по желанию. Бачок унитаза, стены, потолок. Высшим пилотажем считается из своей кабинки пописать в соседнюю. Платиновый уровень, если ты сможешь струей добить через верх стенки кабины. Сделать свои дела – дальше важное. Не смей ничего вытирать. Моча божественного существа, а это ты, крайне опасна для самого божества. Мало ли что случится. Аккуратно выходи и не касаясь стен, потолка и самого унитаза всего того, до чего снизошло твое великодушие. Постарайся с гордостью посмотреть в глаза входящему после тебя человеку. А если ты входишь в туалет после божества и намерен дать ему урок, воздержись. Во-первых, божеством быть непросто. Во-вторых, возможно, это и не божество вовсе, а обычный человек, который вошел после божества. Или после-после, а ты с кулаками. Не нужен. И последнее. Понятно, что туалет – это вынужденная мера. Если есть возможность, то лучше обоссать угол дома. При этом важно. Надо лить свою струю не в землю, а именно на кирпичную кладку. Во-первых, потому что это красиво. Твоя струя рисует холмики на изъеденной временем кирпичной кладке. Искусство. А во-вторых, запах. Ну, пописал ты в землю, все ушло и все, никаких следов твоего присутствия на планете. А так, даже собаки соображают, что ссать нужно на стену. Ну, а ты-то не собака, ты умнее. Поэтому только стена. Скопируй себе эту инструкцию в телефон и будь здоров. Подписывайся на канал, ставь лайк, делай репост. Пока. Продолжение следует...